Пять простых причин, которые мешают вам просыпаться по утрам. Вы постоянно нажимаете кнопку «отложить» на будильнике, даже если полноценно спали ночью. Если вы больше сова, чем ранняя пташка, ваша ночная активность выльется в утреннюю сонливость. Но что если всё не так? Что если вы просто не можете встать по звонку будильника, несмотря на все усилия? Продолжайте смотреть, чтобы узнать, что может вызвать эту загадочную ситуацию. И не забудьте нажать кнопку «подписаться» и включить уведомления, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне жизни. Неофициальный опрос показал, что 90% успешных руководителей – ранние пташки. К жаворонкам относятся Джек Дорси, генеральный директор Твиттера, который просыпается в 5 утра, Тим Кук, генеральный директор Apple, который встает в 3.45, и Индра Нуи, генеральный директор PepsiCo, которая встает в 4 утра. Ранний подъём позволяет этим и другим руководителям выкроить время на тренировки, просмотр новостей, здоровый завтрак и практики по осознанности, вроде медитации. Существует много причин, почему быть жаворонком может быть полезно. Если вы не вставали рано, но хотите этому научиться, следующая информация поможет вам лучше во всём разобраться. Номер 5. Генетика. Да, генетика может внести свою лепту в борьбу с ранними подъёмами. Исследование 2016 года, опубликованное 23andMe, обнаружило, что склонность быть совой или жаворонком связана с наследственностью. Выяснилось, что у тех, кто предпочитает утренность, как о жаворонках говорят в исследовании, есть минимум 7 генов, связанных с уточным ритмом. Циркадный ритм – это, по сути, внутренние часы вашего организма, которые говорят вам, когда вставать, а когда спать. Так что генетика точно может стать причиной, почему вы поздно ложитесь и поздно просыпаетесь. Исследование также обнаружило, что из 89 тысяч участников 56% считали себя совами, и что женщины и люди старше 60 лет более склонны к утренности. Да, это реальное слово. Можете сами убедиться в этом. Так что если вы на самом деле хотите вставать ни свет ни заря, но не можете, всегда можете обвинить в этом родителей. Но справедливости ради им тоже, скорее всего, тяжело по утрам. Если вы подозреваете, что тут замешана генетика, можно настроить свои внутренние часы на ранний подъем, включая яркий свет, когда звенит будильник, и частично выключая освещение в вечернее время. Ваш циркадный ритм реагирует на разницу в количестве света, так что вы можете научиться быть жаворонком. Номер 4. Психическое здоровье. Если вопрос не в генетических факторах, другой причиной вашей утренней борьбы может быть атипичная депрессия. Вы можете сказать, но это ко мне не относится, я совсем не в депрессии, я счастлив. Как видно из названия, атипичная депрессия выглядит не так, как вы себе ее представляете. Люди, страдающие атипичной депрессией, могут иногда испытывать грусть, но их настроение становится заметно ярче, когда в жизни происходят положительные события. Они могут быть даже не в курсе, что подвержены этому состоянию. Два явных признака – это избыток питания и сна. Если вы взрослый человек и спите больше рекомендованных 7-8 часов, и при этом испытываете сонливость в течение дня, возможно, стоит проверить свое психическое здоровье. Если вы подозреваете у себя депрессию, назначьте прием у врача или посоветуйтесь с психологом. Атипичная депрессия может в первую очередь ощущаться как американские горки настроения, а сильные эмоции могут истощать запасы энергии, заставляя вас дольше спать для восстановления сил. Номер 3. Анемия Если вы едите здоровую пищу, занимаетесь спортом и заливаетесь кофе, чтобы взбодриться, но все еще испытываете усталость, особенно по утрам, причиной может быть дефицит железа. Низкий уровень этого микроэлемента в организме может привести к чувству усталости. Если по утрам вы испытываете сонливость, и она не покидает вас весь день, возможно, вы страдаете анемией. Анемия может быть следствием неправильного питания, и люди, которые не едят листовую зелень или красное мясо, рискуют ее появлением. Если вы подозреваете у себя анемию, проконсультируйтесь с врачом как можно скорее. Ее легко вылечить с помощью врача и диетолога. Номер 2. Электроника Ранний подъем всегда связан с качеством сна и тем, насколько поздно вы ложитесь. На качество сна может существенно влиять устройство, с которым вы не расстаетесь, пока бодрствуете – ваш телефон. Если пользоваться им поздно вечером, телефон может заставить вас тяжело вставать по утрам, поскольку он влияет на ваш циркадный ритм. Циркадный ритм зависит от двух нейромедиаторов – мелатонина и серотонина. Мелатонин активнее всего работает в темное время суток, когда вы готовитесь ко сну. Экраны телефонов излучают голубой свет, который ложно воспринимается организмом как дневной, даже если за окном совершенно темно. Так что если вы зависаете в соцсетях или проверяете почту перед сном, вам будет труднее уснуть, потому что свет телефона будет сдерживать производство мелатонина в организме. Это значительно затруднит ваше пробуждение. Кроме того, если держать телефон рядом во время сна, вы можете проснуться среди ночи от уведомлений, которые потревожат ваш сон. Номер один. Погода. Может быть, когда будильник срабатывал весной и летом, вы вскакивали с кровати с готовностью начать новый день. Однако с приходом зимы кнопка «отложить» стала вашим лучшим другом. Кто бы не захотел остаться в кровати холодным зимним утром под уютным тяжелым одеялом? Не только температура мешает выбраться из кровати. Темное зимнее утро тоже вносит свою лепту. Зима приносит короткие дни и длинные ночи. Вы уже знаете, что для того, чтобы внутренние часы получили сигнал, что пора просыпаться, организму нужен солнечный свет. Когда солнце не видно, нам кажется, что нужно спать дольше. Поскольку зимой организм не получает достаточно света, уровень серотонина в крови естественным образом снижается, что приводит к потере энергии и резким перепадам настроения. Если вам внезапно стало сложно просыпаться, и так получилось, что изменения пришли на зиму, скорее всего, причина в этом. Хорошая новость в том, что если придерживаться привычного времени пробуждения, циркадный ритм в итоге перестроится, несмотря на темноту. Со временем просыпаться станет легче, даже несмотря на темень за окном. Есть множество положительных аспектов, связанных с утренним пробуждением. Исследование, проведенное 23andMe, показало, что жаворонки менее склонны к бессоннице, и обычно им не нужно больше 8 часов, чтобы полностью выспаться. Вдобавок, ранние пташки менее склонны к депрессии, и их индекс массы тела ниже, чем усов. Если вам очень хочется быть жаворонком, попробуйте следовать этим рекомендациям. Лекарства вроде мелатонина, регулирующие сон, могут помочь, но всегда советуйтесь с врачом перед их приемом. Попробуйте световую терапию, чтобы привести в норму циркадный ритм. Поговорите с психологом, если страдаете от тревожности или депрессии, чтобы облегчить симптомы и улучшить сон. Выпивайте стакан воды сразу после пробуждения. Вода может помочь взбодрить организм лучше, чем кофе. Избегайте слишком активной деятельности перед сном. Начните расслабляться хотя бы за час до того, как отправитесь в царство морфея. Итак, расскажите нам, попробуете ли вы изменить образ жизни, чтобы стать жаворонком? Или вы счастливы быть совой? Расскажите в комментариях. Не забудьте поставить видео лайк, поделиться с друзьями и нажать «подписаться», чтобы оставаться на яркой стороне.